Всем привет! Ну, я как обычно, времени не хватает и вот не успеваю заснимать. Это бывший дендрокалум. Сейчас его поменяли в целлогины. Вот такие вот интересные цветочки. При увеличении мне очень нравится, когда так вот их вот увеличивать. Можно рассмотреть прям такие вот рядочками устроены красиво. Ну и конечно разросся уже кустик. Такой вот прям пышненький стал. Почему-то цветоносы, мне кажется, что были длиннее раньше. Такие они вот, наверное, сантиметров 6 в длину. Да, целлогина, в общем, вензилиай. Вот так вот разрастается, очень быстро растут цветоносы, появляются новые ростики и потом прям такие вот торчат, как иголочки. Аккуратно нужно быть. И вот так вот они быстро-быстро и нарастают. Много, очень много цветоносов. Ну, конечно, когда кустик пышный, уже покрасивее смотрится. Ну, так вот он по диаметру, наверное, сантиметров 50, наверное, я бы сказала. Ну, красиво. Так вот он растет. У меня надо его пересаживать, наверное, уже, кстати. Достала из горшочка его. Видите, они прям плотно-плотно уже нужно пересаживать. Я как раз сейчас пересаживаю практически все мои орхитеи. Стараюсь обновить грунт и немножечко меняю посадку, потому что прошлое лето у нас очень было дождливо и пострадали очень многие орхидеи. Поэтому приходится подстраиваться под погоду. Ну, тут у меня начинают мой такой уголочек фаленопсисовый. Ну, мало еще что. Еще бутонится очень много. Единственное, что вот расцвел первый раз у меня красавчик такой фаленопсис сандериана. Это природная орхидея. Мне ее отдали в том году, потому что бесплатно отдали, потому что, ну, в общем, я что-то купила, а он такой несчастненький был. Листик у него там какой-то был никакой. И вот так вот такой вот сюрприз. Расцвели очень нежные цветы. Красивые такие завитушки. Ну, в общем, растем и цветем. И вот мой красивый цветущий орхидейный коридорчик продолжает, продолжает. Вот. Хотела сказать, что уже оцветает, но еще держится немножечко. Очень долго держится тоже цветонос. И что из новенького? Это я. Долго держится тоже. Гигантея. Красивые. Что из новенького? Так, ну, это... Такие вот милые пушистые цветочки. Как-то он так по кругу прям в этом году цветет. Вот такое название. Я, кстати, опрыскивала слегка. И вот, видите, результат. Нужно будет подрезать эти бульбы, потому что начал он отсушивать бутоны, как вы видите. И я решила, что нужно немножечко увлажнить. И вот такой результат. Аромат присутствует. Такой приятный, терпковатый. Ну, цветочки не крупные, конечно. Но когда цветет по кругу, так красиво. Вот, видите, вот опять засыхает бутончик. Конечно, так вот, знаете, поливать нельзя. Влажность нужна. Ну, и, в общем, вот такой вот результат. Ну, ничего. Вот, кстати, новенькая еще одна у меня природная ванда. Покажу. Это не мое цветение, но покажу такие вот средний размер цветы. и это ванда брунея. Так вот, захотелось мне купить, кстати, на нашей последней выставке. Ну, в общем, как вы уже поняли, это, что я приобрела. Я, кстати, приобрела вот еще вот такую вот котлею ладигезиай. Поменяла свою маленькую на вот эту. Мне кажется, что у нее цветы покрупнее и покрасивее. Ну, в общем, вечно что-то выискиваем, да. Здесь, кстати, моя амезиела. Первый цветочек она уже скинула, а второй цветочек еще держит. Очень красивые белоснежные цветы. Кстати, мой анддробиум синили растит. Видите, мы его опылили. И он, кстати, растит вот еще здесь цветы очень быстро, не так, как зимой. Он их гораздо быстрее растит сейчас, потому что уже температура в теплые дни у нас вчера вообще было 28 градусов, поэтому ну, вот так вот опылили с другим дендробиумом и вот хотим вырастить семенные коробочки. Так, это, кстати, тоже мне отдала Джуди, сказала не хочу, бери себе. Ну, вот я и взяла. посмотрим. Вот такой вот гибрид. Небольшие цветы, ну, такие вот, как-то вот они вроде бы как и невзрачные, но пока цветут, пусть цветут. вот, и это, это, кстати, мой клавасетум. Тоже вот так вот он что-то сбрасывал, видите, какие-то цветы. Ну, и, конечно, они уже не свежие, не первой свежести, но, во всяком случае, они зацвели, я брала тоже его на выставку. ну, ну, вот видите, посбрасывал очень много бутонов. мне кажется, что котасетумы немножечко полегче, у них еще такие псевдобульбы, прям плотные, когда они начинают цветение, акловасетумы все-таки, они уже бедные, сморщенные, и не хватает им питания уже, их нужно немножечко по-другому выращивать и поить, когда они начинают цветение. А это вот такая вот вандочка. Ванда Чостулес. Ну, вот я все на нее смотрю и думаю, нужна она мне, не нужна. Ну, такие милые, нежные цветы, они как-то так расположены, не знаю, кучкой-кучкой. Ну, очень такие нежные они. Кстати, эта вандачка когда-то у нее подгнила серединкой, она так быстро выдала эту детку, и так эта детка быстро, стремительно выросла и вот зацвела. это первое ее цветение, маленькая вандачка. Ну, а тут вы видели уже мою африкану, амезиела. Она постепенно сбрасывает цветочки и тоже цветет. чоколадроб. Потеплело, как я уже сказала, и, конечно, цветы не страдают от холода уже. Сафранитис Аризона. Вот, нравятся мне маленькие эти красные такие вот огонечки, прям маленькие цветочки, хочется их назвать. Это, кстати, мои два новых пафиопедилам, а я решила опять купить венустум две разные формы, но, видите, они уже немножечко портятся и закрываются. И на заднем плане моя целогина интермедиа, кажется, называется. Очень красивые, нежные тоже цветы. Я люблю белые цветы. тоже ездила на выставку. Это не наша выставка была, не нашего клуба, но мы поддерживали целогина интермедия. Кстати, этот дендробиум гламиратум распустил еще один новый цветоносик. так долго он цветет. Маленький, но тоже нужно будет его пересаживать. И здесь маленькая лаэлия лундиай, альбовая форма. Очень милые, нежные цветочки, но тоже уже постепенно начинают портиться. Я когда-то купила маленький кусочек его, и вот так вот он разросся. Растет вот в такой вот плошке. И вот постепенно выдает тоже вот так вот бутончики. А потом и такие вот нежные, на мой взгляд, очень нежные цветы. Прям хрустальные. Ну, а это такой вот другой огонек, немножечко более оранжевая какая-то такая форма. Маленький. Он миниатюрный такой, тоже небольшой. Небольшая котлейка. Вот такое название. И так он порадовал. Раз, два, три, четыре, пять. Пять бутончиков здесь, и четыре бутончика здесь развиваются. Ну, здорово. так, это, кстати, у меня когда-то была лилия рубинсенс, но мне не нравились ее цветы. Они как-то росли непонятно в разные стороны и как-то открывались некрасиво. и вот это вот я купила. И он расцвел. И, кстати, мне очень даже нравится. Первый цветоносик уже отцвел. Так, вот название. И вот как-то так вот они мне кажется, что у меня были ну, прям вообще некрасивые цветы. А это очень даже ничего. Природная природная орхидейка. Так, ну, вот такие цветочки. Они не очень маленькие и довольно-таки прикольные. Бульбочки такие у него интересные тоже у этой лилии. Ну, и вот такое нежное прямо нежные нежные цветы, как папирусная бумага. И эти разводы это котлея Людоманиана. Помните, я рассказывала, что я хочу собрать коллекцию Людоманиан. Ну, как-то я Люда, у меня ни одной Людоманианы. Надо исправить это дело. и вот так вот расцвели три бутона. Я их тут пытаюсь как-то формировать, но они в разные стороны. И тяжелые бутоны очень свисают. И пока они наберут силу, я их так вот закрепила. И кстати, вот пересадила. Вот я пересаживаю сейчас. Очень он страдал. Как вот я его купила в том маленьком горшочке. вот он и был такой маленький. Корни уже в разные стороны были. Ну, вот я его пересадила. Я пересаживаю сейчас. То у меня была мохи ложила вниз. Ну, после предыдущего лета, которое у нас было полностью просто дождливое, что мои орхидеи все страдали, я решила попробовать такую посадку. И я, кстати, сразу вижу уже результат, потому что я начала их пересаживать еще месяца три назад. Постепенно, постепенно я смотрю, что и корневая система как-то лучше развивается. в общем, мне нравится. Мне понравилось. И вот такая вот нежнятина. Красивые цветы. Они, наверное, буквально второй день, сегодня третий день будет, как они открываются. Ну, посмотрим. На кончиках еще такая вот салатовая точечка. Ну, красивые. я снимаю спустя пару дней. И, конечно, в восторге. Очень красивые цветы. Ну, а здесь вот такой вот богатырь. Ну, для меня это, конечно, красавец. сказать, что необычные цветы, это, наверное, ничего не сказать. Это просто какой-то мало того, что вот они огромные. Ну, вот на фоне руки, да, показываю вам. Они огромные. этот такой изгиб. Раскраска такая. Эти ворсинки. Ну, вот, конечно, красавец. Сказать, наверное, больше нечего. так, ну, и это цимбидиум трассиан, трассианум называется. Да, я его в том году приобрела у одного из нашего члена клуба. Ну, честно говоря, так как мне цимбидиумы вообще не даются, я решила избавиться, кстати, от гибридных, потому что, ну, не цветут они у меня. Я перестала издеваться над собой и над над ними. Поэтому я больше их не буду пробовать. Ну, вот у меня еще, вон, еще на заднем плане есть один цимбидиум. Тот, кстати, не дал мне ничего. И еще один есть. Мадидум, это австралийский. Ну, а этот произрастает Китай, Таиланд. И, кстати, произрастает на высоте от 1200 до 1900 метров. То есть, это холодная орхидея, холодного содержания. Ну, может быть, поэтому она и зацвела, потому что у нас была холодная зима. Ну, я имею в виду, холодная у нас по утрам обычно опускается температура. Ну, и в этом году, конечно, был такой шок у всех, потому что опускалась температура даже до 3,3 градуса. И вот, наверное, ему понравилось. И выдал мне вот такую вот огромную стрелку. Цветов, кстати, у него бывает от 10 до 20, ну, и у меня здесь 14. я немножечко расстроена, потому что у нас будет выставка именно нашего клуба 6-7 сентября. И я, конечно, надеюсь, что он еще будет свеженьким и красивым. Ну, завтра у нас наше заседание клуба, поэтому я его, конечно, понесу показать, что я что-то тоже могу. Ну, шикарный. Ну, просто просто заглядение. Запах, кстати, такой, ну, нежный, нежный, нежный. Я бы не сказала, что какой-то резкий запах. Но, во всяком случае, они у меня здесь, конечно, на улице. Я, может быть, сильно чего-то и не замечаю. Ну, вот так вот. вот такое. Кстати, еще вот бутончики не открылись, поэтому, конечно, буду держать кулачки. Может быть, и доживет до выставки. Такую красоту, хотя, конечно, хотелось бы показать. Ну, и если сказать, что я удивлена, наверное, тоже ничего не сказать. Опять зацвел. зацвела маздевалия декумана. Наверное, потому что я ее очень сильно хотела. Хотела увидеть ее вживую цветение. И вот она у меня уже зацветает. Ну, второй раз или третий раз, наверное, точно. И тут вот еще один бутончик. Ну, пока что, пока что мы живы и пока что мы дружим. поэтому вот такие вот новости. И вот еще не полностью открылись таких вот два цветоноса. Это гастрочилус называется. Белинус. В общем, я не поменяла бирку. Я его покупала в том году. И вот так вот он первый раз у меня зацвел. Какая тоже красивая губа, правда? Господи, ну вот природа, конечно, создает такую красоту. такие леопардовые эти сипалии, питалии. Расположена, ну, помнила мне чем-то, Аквандия, не знаю, чем. Ну, в общем, цветочки, конечно, у нее так вот сколько, раз, два, три, четыре, да? Ну, они не крупные, не сильно, но по сравнению, конечно, с растением смотрятся. Обалденно. Тоже вот тут еще два бутончика. Какая прелесть. Так вот он на блоке, так вот я его купила, так он и остался. Конечно, зимой я практически, практически можно сказать, что я их не поливала, так иногда сбрызгивала, когда были теплые дни. Ну, вы сами понимаете, что ночи холодные и у меня все орхидеи живут на улице. Еще раз повторюсь, поэтому они выдержали, да, такую температуру, но они были сухие, присухие, поэтому орхидеи, конечно, приспосабливаются к таким вот условиям, видите? могут выдерживать и жару, когда нужно поливать, и холод, когда категорически нельзя поливать, поэтому вот так вот. Ну, а это мои, которые живут на улице, ванде террес, которым нужно очень много солнца для цветения, вот так вот они у меня стоят просто впереди моего гринхауса, и цветонос за цветоносом, такие закрученные цветы, эту я уже показывала, а вот эта вот давненько не цвела, очень мне нравится ее расцветка, очень необычная такая нежная, и вот так вот изгибаются у нее прямо все лепестки, ну, слушайте, очень красиво, как переходит цвет с желтого в красный и потом в сиреневый, класс, ну, и закончу я на вот такой вот орхидеи, у нас еще и называют щетка орхидея, браш оркет, потому что нужно на чем-то заканчивать, вечно что-то начинает открываться, и вот как вы видите, здесь вот еще в бутончиках есть цветонос, ну, а вот этот уже практически открылся, такие цветочки милые, если их приблизить, их, конечно, они так вверх ногами, да, губа наверху, как-то у нас ветрено, и это Апропфулум гигантеум, в общем, мексиканская красотка, на мой взгляд, очень легкая орхидея, как-то вот она растит новый рост и сразу потом зацветает, вы видите, у нее как-то все вот в разных таких вот здесь вот длинный уже новый рост, как-то в разных стадиях вся орхидея находится, и цветут, и бутонятся, и только цветоносы появляются, в общем, долго будет цвести, походу, я так понимаю, вот такая вот красотка тоже, запаха я у нее, кстати, вообще не слышала, она и так красотка, очень красиво смотрится, цветоносы вверх, но довольно-таки рослое растение, поэтому подумайте, у кого нет места, ну, в общем, на вот этой вот нотке, наверное, буду заканчивать, наболтала, всем красоты, пока-пока, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok